Мощные взрывы в российских городах, диверсия у границ с Белоруссией и предупреждение для РФ и Китая от НАТО. В эфире НЕХТА самые важные и интересные новости к этому часу. Боевая готовность НАТО. В альянсе заявляют, что переведут ядерные силы в особый режим. Ракеты с ядерными боеголовками уже готовят. Конечно, это имеет последствия. Украина и РФ представили новые дроны. У Киева надводные, у Москвы летательные. Куда направят новые разработки? Лукашенко – печальная звезда международных скандалов. Дождутся ли Израиль и Армения извинений? Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины евреев. Друзья, всем привет. Буду рад вашему лайку, подписке, репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Кроме того, оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинать. Часть региона в России вновь чувствует на себе последствия путинской войны. В ночь с воскресенья на понедельник дроны атаковали несколько областей. Взрывы звучали в Воронежской, Белгородской и Липецкой областях, которая, кстати, находится в нескольких сотнях километров от украинской границы. Губернатор Липецкой области явно не спал. В его телеграмме появлялись сообщения о том, что дроны якобы подавляются над промышленной территорией Липецка. По информации от местных жителей, взрывы, а потом уже и дым поднимался над тракторным заводом. Кроме того, взрывалось и в районе Новолипецкого металлургического комбината. Украинские СМИ сообщают, что за атакой стоит украинская разведка, которая била по объектам, которые задействованы в ВПК РФ. Ну а по версии губернатора области и по версии Минобороны РФ потерь нет. Прошу вас не публиковать фото и видео о последствиях подобных атак. Это помогает противнику корректировать направление и точность. В Ростове тоже не дня без происшествий. Там тоже было ярко. Взрыв со вспышкой произошел на одной из подстанций города. После этого город частично остался без электричества. Спустя время в Ростове заявили, что всему виной якобы упаковочная пленка. На территорию подстанции порывом ветра была занесена упаковочная пленка, с расположенной рядом с энергообъектом строительной площадки. В результате произошло кратковременное перекрытие изоляторов, которое стало причиной яркой вспышки. Украина и Россия практически одновременно представили новые дроны. У украинских военных появится дрон «Сталкер-5.0». Сообщается, что этот безэкипажный катер может доставить воду, продовольствие, военное снаряжение и грузы на острова или участки побережья, где сейчас дислоцируются украинские военные. Конечно же, дрон способен переносить и взрывчатку, и может использоваться для разведки и патрулирования. Российские оккупанты представили свой дрон под названием «Перун». Говорят, что тоже этот дрон будут использовать для доставки тяжелых грузов и якобы эвакуировать раненых российских вояк с поля боя. И показали этот новый веселый аттракцион. Ядерное оружие НАТО может быть приведено в боевую готовность. Это необходимо для того, чтобы напомнить определенным лидерам о том, что у Альянса есть свой ядерный арсенал. Об этом в интервью The Telegraph заявил генсек НАТО Йенс Толтенберг. Он уточнил, что на данный момент уже проводятся определенные консультации по этому вопросу. В частности, обсуждается вопрос об изъятии части ракет из хранилищ и перевода их в режим готовности из-за угроз, которые существуют сейчас со стороны как России, так и Китая. Столтенберг называет такое действие ядерной прозрачностью, которая должна стать основой для стратегии НАТО. В Альянсе сейчас особо следят за тем, как Китай и РФ наращивают свой ядерный потенциал. И поэтому блок НАТО должен быть готов. А это означает, что в недалеком будущем НАТО может столкнуться с чем-то, с чем Альянс никогда раньше не имел дела, а именно с двумя ядерными потенциальными противниками – Китаем и Россией. Конечно, это имеет последствия. Я не буду вдаваться в оперативные детали относительно того, сколько ядерных боеголовок должно быть в боевом составе, а сколько на хранении. Но мы должны консультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем. Столтенберг повторил, что цель Альянса – мир без ядерного оружия. Но пока оно существует у РФ в Китае и КНДР, то должно быть и у НАТО. О Китае, кстати, сейчас говорят и в Украине. Там не считают эту страну врагом, а наоборот ожидают от нее помощи. Я считаю, что Китай мог бы нам помогать. И поэтому я очень хотел бы, чтобы те или иные пропозиции, которые есть у китайской страны, чтобы они были в нашем диалоге. Я не могу принимать пропозиции просто через медиа. Понимаете? Это неправильно. Мы говорим о закончении войны. Тысячи жертв. Захопление территорий. Спаление домов. Путин может использовать ядерное оружие, но такой бы шаг стал началом Третий мировой. Путин же хочет жить и пока не готов к нажатию на ядерную кнопку. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Литвиненко. Однако исключать такой вариант Литвиненко не стал. Он считает, что Кремль мог бы нанести ядерный удар, однако при одном условии. Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения. В ЕС решают, кто и какие места займет в Европарламенте после недавних выборов. Урсула фон дер Ляйен, например, рассчитывает получить второй мандат после того, как ее правоцентрическая Европейская Народная партия победила во время евровыборов. Об этом пишет западная пресса. В том, что фон дер Ляйен останется еще на пять лет на посту президента Европейской комиссии, уверены и источники издания Financial Times. Они называют такое переизбрание Урсулы стабильностью. Кроме того, европейские лидеры собираются распределить ключевые позиции, включая должности главного дипломата ЕС, а также председателей Евросовета и Европарламента. Накануне этой встречи лидеров ЕС Урсула фон дер Ляйен ответила Путину на его ультимативные требования. Путин несерьезно относится к прекращению войны. Он настаивает на капитуляции. Он настаивает на том, что Украина должна отдать территории даже те, которые Россия не оккупировала. Он настаивает на разоружении Украины, оставляя ее уязвимой для будущей агрессии. Ни одна страна никогда не примет эти возмутительные условия. Партизаны «Отеж» заявляют об успешной диверсии в российском регионе, который граничит с Белоруссией. Официальный канал подпольного движения публикует кадры поджога одного из релейных шкафов на железной дороге недалеко от Смоленска. Агенты пишут, что этот участок дороги является важным транспортным коридором, который связывает центральную часть РФ с северо-западными регионами. Через этот участок ЖД-дороги проезжают также и важные грузы для Беларуси. Лукашенко – предатель и антисемит. В этом уверены представители Армении и Израиля. Меньше чем за месяц Лукашенко как минимум дважды стал фигурантом громких международных скандалов. Напомню, что в Ереване заявили, что долгие годы минский режим помогал Азербайджану, и поэтому нелегитимный должен извиниться перед народом Армении. Однако Лукашенко до сих пор не дал никаких ответов, а перед телекамерами оправдываться поставили так называемых представителей белорусского МИДа. Важно понимать, что с Арменией нас связывают давние, близкие, дружеские отношения и общая история. Теперь же извинения ждут и в Израиле за антисемитские высказывания нелегитимного, который вдруг решил выделить евреев, когда говорил о коррупционных делах. Вот три десятка человек перечислены. Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины евреев. Это что, они у нас особое привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем. Все одинаковы перед законом. И евреи, и белорусы, и украинцы, и русские, и поляки. Когда все остальное не помогает, автократы обычно прибегают к антисемитизму. Это абсолютно неприемлемо и должно быть осуждено. В Польше же тем временем акцентировали на другом случае неадекватного поведения режима Лукашенко. Там заявили, что Минск никак не помог Варшаве в расследовании нападений мигранта на польского военного на границе. Наоборот, у Лукашенко решили обвинять Польшу в якобы отказе сотрудничать с белорусскими пограничниками. Об этом заявил глава МИД Польши Родослав Сикорский. Очень важно еще и еще раз доносить до мира необходимость создания военного специализированного трибунала. И не только против агрессии Российской Федерации в сторону Украины, но и те действия соагрессора Республики Беларусь. Почему? Потому что не может в центре Европы находиться антисемит, самопровозглашенный президент, который постоянно проводит какие-то учения. Более того, он еще не субъективно, независим постоянно от Кремля. Поэтому да, поэтому в принципе и Путину Лукашенко ждет примерно одна и та же, скажем так, перспектива в ближайшем времени. Друзья, спасибо вам за поддержку. Вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментариев вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в Телеграм-каналах или на платформе Икс. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова